За моей спиной последствия ужасного ДТП на Киевской трассе. Этим утром в районе поселка Дачного в условиях плотного туамана и обледеневшей дороги столкнулись сразу 11 автомобилей, среди которых пассажирский автобус, следовавший маршрутом Одесса-Киев. От сильного удара его переднюю часть полностью разворотила, а водитель, к сожалению, погиб. На трассе ужасающая картина. Развороченные фуры, автобус и легковушки. Повсюду разбросаны осколки стекол, фар, мобильных телефонов и зерно из грузовиков. Километровые заторы. На дороге в масштабном ДТП застыли сразу 11 автомобилей. Посреди этого дорожного апокалипсиса автобус Одесса-Киев, пассажиры которого еще долго будут отходить от шока. Скорость нормальная, средняя. Никакой агрессии. Я видел, я на дорогу смотрел. Просто крик водителя. Всем крепко держаться. Ну и уперся ногами в сиденье. Удар. Очки улетели. Вот сейчас только что нашел. Я увидел впереди травмированных на первом-втором месте. Травмированные были люди. Попытка людей встать. Я говорю, держитесь, никуда не бегите. Георгий рассказывает, что одним из первых понял, что произошло. Он выбрался из автобуса и стал бежать навстречу транспорту, предупреждая об аварии. Туман был слишком густым, чтобы водители заметили преграду вовремя. Именно это произошло с автобусом. Его водитель увидел произошедшее ДТП слишком поздно. Пришлось экстренно тормозить. Рядом с автобусом сменщик погибшего водителя Руслан. Мужчина держится, но в его глазах слезы. Он не может поверить, что для его напарника Олега этот рейс стал последним. Сам он в это время отдыхал. Проснулся от крика. Я говорю, Олег, я пошел в салон отдыхать. Все, я пошел в салон, только услышал буквально за минут 5-10, как он закричал, держите все покрепче, все. И я увидел серый прицеп. И удар. Мы вместе недавно так работаем с ним. Недавно работаем. Отличный парень. Вообще никаких претензий по нему нет. И не было. Тело мужчины долго не доставали. Ждали, пока прибудут спасатели со спецтехникой. Погибшего зажало в искореженных остатках кабины. В километре отсюда почти зеркальное ДТП. Здесь также виною стало столкновение впереди. Едущие фуры остановились перед ним. И в одну из них врезалось вот это Рено Логан. Извращающаяся от удара машины, женщина вылетела на трассу. Ее тело еще долго лежало на дороге. Ждали похоронную команду. Всего в этих ДТП погибли два человека. Еще семь пострадали. Утром поступило, обратилось в больницу. Семь пострадавших по скорой помощи. Шесть из них ушибленными ранами и травмами различной степени локализации облаторные. Один из них в тяжелом состоянии седьмой пациент, который 25 лет находится в реанимационном отделении с ушибом мозга. Тяжелой степени. На сегодняшний день находится в коме. К сожалению, прогноза пока еще не можем сказать, потому что он действительно тяжелый, он в коме находится. Все зависит от первых суток его пребывания в стационаре. Речь идет о водителе той самой черной «Шкоды», с которой, по словам свидетелей, началась масштабная авария с автобусом. Разумеется, так ли это, установит следствие. Пока же известны другие виновники – густой туман и скользкий асфальт. Они спровоцировали целую серию ДТП. В обоих направлениях трассы столкнулись более 30 авто. Благо, большая часть из них обошлась без пострадавших.